Добрый день, дорогие друзья! С вами Школьное телевидение и я, ведущий, Геннадий Зрянов. 1 сентября в нашей школе была проведена линейка, которая посвящена празднику День Знаний. Помимо этого, в каждом классе были проведены классные часы по следующим темам. Готов к труду и обороне. Целью данного мероприятия заключалась в эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении здорового человека, а также в гармоничности и всестройном развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении физического воспитания населения в каждой стране. А также 1 сентября в классах были проведены вне классные мероприятия «Урок мира». Данная тема заключается в стимуляции интереса проблемой природы, а также защиты ее. А сейчас новости из нашей школы, которая находится на Рахманиево-Трит. В третьем А-классе мы хотим вас познакомить с Ябловой Дашей. Она с 5 лет занимается вокалом, а также участвует в различных школьных мероприятиях. В этом году ее видеоролик с концертным номером был направлен в город Москва для участия в парамузыкальном фестивале. Этот фестиваль проходит в декабре, посвященный Днем Инвалидов. Пожелаем Даши удачи! Удачи! ПЕСНЯ В октябре месяце мы объявляем конкурс «Улица, на которой я живу». Для участия в этом конкурсе необходимо сфотографировать свою улицу, на которой ты живешь, а также присылать ее на почту, которую вы видите на своих экранах. И для участия в этом конкурсе вы должны необходимо иметь фотографию, а также сводки, исторические сводки, и что на ней произошло, и как, почему ее так назвали. К нам пришла новость о том, что в канун Дня Учителя проходит конкурс периодического мастерства «Учитель года». Наше образовательное учреждение представляет Тетяк Анна Сергеевна, учитель истории. Она стала лавиатом областного конкурса «Учитель года-2015». В этом году нам стало известно, что уроки ритмики и музыки преподает Ольга Анатольевна. О том, почему же Ольга решила у нас работать, вы узнаете из аппортажа Анатолия Базаева. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе интервью нового учителя Статкевича Ольги Анатольевны. Мы бы хотели задать вам пару вопросов. Какой предмет вы преподаете? Я преподаю музыку и ритмику. Почему именно эти два предмета? Потому что они мне нравятся, потому что я люблю петь, танцевать, сочинять. Люблю это делать вместе с детьми. Люблю передавать свои знания кому-то, делиться с кем-то. Поэтому выбрала эти предметы. Почему вы решили стать учителем и что повлияло на ваш выбор? Учителем, на самом деле, я решила стать еще в детстве. На мой выбор повлияли мои первые учителя, которые были у меня еще в школе. Я очень любила учителя музыки, очень любила учителя танцев. Это для меня были самые лучшие учителя. Я очень хотела быть на них похожим. Это в детстве мне захотелось. И потом просто, когда я выросла, я это реализовала все. Какой трудовой стаж вы имеете? Мой трудовой стаж 19 лет. Но из них я не всегда была учителем около 7 лет. Я была культорганизатором, не педагогическая работа. А так я все остальное время была учителем дополнительного образования в музыкальной школе, в творческом центре «Визит», в общеобразовательной школе. В школе искусств учителя была. Почему вы решили работать в нашей школе? Потому что мне нравится эта школа. Она одна из самых продвинутых школ в отношении, например, каких-то новых технологий. Нравятся дети здесь, которые, я считаю, что они талантливые. Многие дети музыкальные, хороший слух имеют, хорошее чувство ритма. С ними интересно, с ними можно заниматься творчеством. В общем, из-за детей. Мне нравятся здесь дети. А вот как вы узнали о нашей школе? У меня ребенок, старший ребенок ходил в садик. Сюда. Только в другой корпус. Вот. И вот так и узнала. Я решила, посмотрела, что так хорошо в этом учреждении. Решила, что я буду здесь работать. И как раз получилось, что нет музыкального руководителя. У меня решила здесь работать. Вот таким образом узнала. Того, что мой старший ребенок ходил здесь в садик, а потом и в школу. Здесь в школу ходит. Все, спасибо. До свидания. Теперь к вашему вниманию мы представляем поздравления от наших учеников данной школы. Первым, кто хотел поздравить учителей, будет ученик 5-го класса Платонов Алексей. Нам учитель, дорогой, ваш характер нравится. Кроме вас никто другой, с нами не управится. Вы добры и справедливы. Вы во всем привет для нас. С самых ложек чужих порывов выражает вам наш класс. Утро. Дом. Семья. Будильник. Опустевший холодильник. Сумка-зонтик. Топот-ног. В нашей школе вновь урок. Карты, глобусы, советы, теоремы, ответы, обсуждения, и итог, неожиданный звонок. Компетенции, программы, срочно все как телеграммы. Двойки, нервы, кроволол, ученик, глядящий в пол. Конкурс, праздник, совещание, для родителей, собрание. А задачный отец, занимательный конец. Баллы, личность, рост, проблема, упражнения, метод, тема. Вот тетради, куча, масса, социальный паспорт класса. Категория, директор, зауч, план, отчет, инспектор. Эффективность, взлет и спад. И, конечно, и результат. Магазин, цена, затраты. Две недели до зарплаты. Молоко, крупа, сырок, опустевший кошелек. Ночь, торшер, диван, учебник. Муж успит, ребенок дремлет. Педсовет, концерт, доклад, тезис, фгоз. Ну все, отпад. Мы все вас очень любим и отпуска желаем. И с Днем Учителя сердечно поздравляем. Наш праздничный выпуск подходит к концу. И в заключение мы хотели бы вам представить еще одно поздравление от учеников. Называется «Поздравляем». Именно так называется творческая коллективная работа первых, вторых В-классов, девятого А и В-класса, а также десятого А-класса. С вами будет и было школьное телевидение. До новых встреч и еще раз Днем Учителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все первый раз приходит класс, а школа – это целый мир. И нужен каждому из нас мечтал советный ориентир. На цели словно в маяку дойти сквозь трубу и лазу. Как через враг идти на свет на десять лет, один ответ. Учитель, наук самый важный, хранитель. И словно второй наш родитель, он с детства пошел.